Моё творчество поймут только через сто лет. После моей первой публикации, сказал ещё в юности Сергей Есенин, обращаясь к поколению, которое будет знакомиться с его творчеством в 21 веке. Как раз современной молодёжи, которая готова воспринять творчество великого русского поэта Бештампов и посвящён вечер романцев в Брестской филармонии. 3 октября исполнилось 120 лет со дня рождения Сергея Есенина. Отъявленный бунтарь и чувственный романтик – именно таким мы сегодня воспринимаем белокурово-русского поэта, а по умолчанию всегда считали гением. В концертном зале Брестской филармонии накануне вспоминали великого литератора Серебряного века. Казалось, не только солисты и актёры прониклись духом минувших веков, но и сама атмосфера мероприятия была наполнена широтой русской души. Словно бабочек лёгкая стая, с замираньем летит на пруду. Я сегодня влюблён в этот вечер, близок к сердцу желтеющий дол. Отрак ветер по самые плечи заголил на берёзке подол. Лектор-музыковед Брестской областной филармонии Татьяна Ковалёва вспоминает, как впервые проникла стихами Сергея Есенина ещё в школьные годы. И эту любовь она пронесла через всю свою жизнь. Ведь ни один художник в широком понимании не может стать полноценным творцом без прочтения прекрасных строк великого русского поэта. Любую тему, которую мы выбираем, выбирает то, что мне ближе, то, что ложится на сердце, на душе. В чём же его уникальность, его стихов для вас? Она очень искренно, сокровенно такая проникающая в самое сердце. На вечере романцев перед зрителями раскрыли всю многогранность образа Сергея Есенина. Несмотря на то, что он родился в селе Константиново в семье крестьян, никто из знакомых поэта не считал его деревенским лаптем. Наоборот, он стал во многом эталоном интеллигентности и мужской красоты. Закончил Московский городской университет и долгое время работал в типографии отца. Но творческая личность над ним возобладала. Солисты филармонии исполнили песни, в основу которых легли стихи Есенина. Конечно же, не обошлось и без знаменитого «Отговорила роща золотая». «Отговорила роща золотая, березовым веселым языком, А журавли печально пролетая, Уж не жалеют больше ни огонь». Прозвучали и известные стихи поэта, переложенные на народные песенные мотивы в современной обработке. «Только я не виновата, Что потеряна кольцо, Что ладони пахнут мятой На ромашковой пыльцом». Ну, конечно, для нас это честь, что пригласили именно нас Создать такое музыкальное оформление, настроение для всех зрителей. Мы, конечно, с удовольствием будем исполнять свои песни. Как сами относитесь к творчеству Есенина? Есенина вообще люблю с детства. Мама любила, всегда читала его книжки, И как-то эта любовь и мне привелась, Поэтому я отлично знаю его. Как-то вдохновляет это для выступления его творчества? Ну, он был творческим человеком, мы тоже. Мне кажется, есть какая-то связь в этом. Вспоминали о женщинах Сергея Есенина, Которые повлияли не только на его судьбу, Но и стали музами в творчестве. Им посвящено множество прекрасных строк о любви. В атмосферу нежности и страсти Зрители погрузили профессиональные танцоры танго. Музыка. 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 Есенин преодолел путь от деревенского крестьянского мальчика до одного из самых известных поэтов России. Владимир Маяковский называл его декоративным мужиком, слишком слащавым и неискренним. Мы же сегодня с уважением вспоминаем о белокуром парне с голубыми глазами и не перестаем наслаждаться его бессмертным творчеством.